Власти начали снижение аэропортовых сборов. Первым стал налог на модернизацию аэропорта. Теперь вместо 9 евро с каждого пассажира будет взиматься вдвое меньше. Новый тариф вступит в силу с 1 июля. Представители власти говорят, что благодаря снижению сборов Кишиневский аэропорт станет более привлекательным для авиакомпаний. Тем более, что сейчас подготавливается новая тарифная политика. Отмечается также, что могут снизиться и цены на билеты. Однако о том, насколько именно подешевеет авиапутешествие, речь пока не идет. Это положительно скажется на привлекательности аэропорта. Снижение тарифов ведет к снижению затрат авиакомпаний. И следующим шагом будет снижение стоимости билетов для пассажиров. Каким будет это снижение, это уже другой вопрос. Аэропортовый сбор важен для того, чтобы было как можно больше рейсов. А конкуренция приводит к снижению цен. Поскольку сокращение налогов двое принесет убытки аэропорту, власти предлагают компенсировать их за счет других видов деятельности. Очевидно, что аэропорт потеряет доходы, но мы пересматриваем расходную часть, проводим реструктуризацию, прилагаем усилия, чтобы получать финансирование, в том числе за счет деятельности, не связанной с аэропортом. Аэропорты по всему миру, кроме сборов, получают деньги от аренды и коммерческой деятельности. При этом снижение одной комиссии пересеклось с повышением другой. Это налог на обслуживание пассажиров. Для регулярных рейсов тариф вырос с 6 евро 20 евроцентов до 7 евро, для нерегулярных до 8 евро и 70 евроцентов. Однако представители аэропорта уверяют, что на конечную стоимость билетов это не повлияет, так как другие налоги будут снижены. Председатель парламентской комиссии по экономике Раду Мариан утверждает, что уже разработана новая тарифная политика, которая может значительно снизить аэропортовые сборы для авиакомпаний в зависимости от количества перевезенных пассажиров и новых маршрутов. Таким образом, с 1 июля общие налоги будут снижены с 21 до 16 евро, а с 1 января до 12 евро. Это может привести к тому, что билеты подешевеют, но насколько, пока неизвестно. С 1 января 2024 года будет полностью отменена плата за модернизацию аэропорта. Будут действовать существенные скидки для авиакомпаний. В зависимости от количества пассажиров и рейсов скидки будут доходить до 50%. Мы станем очень конкурентоспособными даже по сравнению с ЯСами. Очевидно, мы ожидаем, если следовать логике, что снижение или отмена этого налога на модернизацию должна привести к корректировке цен на авиабилеты. Ранее власти сообщали о начале переговоров с более чем 20 авиакомпаниями, многие из которых лоукостеры. Все авиаперевозчики получили информацию о тарифной политике столичного аэропорта. В ближайшие дни планируется встреча с представителями Ryanair, а также начаты переговоры с одной из самых крупных в мире компаний, занимающейся наземным обслуживанием авиарейсов. Ранее о целесообразности снизить аэропортовый сбор говорили как глава государства, так и премьер-министр. После того, как аэропорт перешел в госуправление.